Что имеется в виду подсистемами и моделями средств массовой информации? Дело в том, что помимо того, что существуют разные виды средств массовой информации, существуют общие законы развития печати, радио, телевидения, существуют национальные системы средств массовой информации. Телевидение в Англии и телевидение в Соединенных Штатах, хотя их относят иногда к одной и той же модели, действует совершенно по-разному. И в Соединенных Штатах телевидение в основе своей коммерческое и, соответственно, организуется его вещание. В Англии телевидение состоит из сектора публичного, где действует BBC, а частный сектор находится под достаточно строгим контролем специальной комиссии, которая выясняет жалобы граждан на телевидении. Ну вот система, когда мы говорим о системе средств массовой информации, мы рассматриваем взаимодействие всех элементов системы. Это означает печать, радио, телевидение, интернет, мобильная связь с обществом, с экономическими структурами, то есть организация экономической концерны. И вдруг какие виды собственности имеются, какие преобладают отношения с государством. Кажется, что везде существует свобода от государства, печати, радио, телевидение. Это американская концепция, которая запрещает вмешательство в дела прессы, в содержание прессы, каких бы то ни было структур. Но в других случаях, это выглядит немножко иначе, скажем, в Европе, во Франции законодательство предусматривает даже преступление против печати. В Соединенных Штатах печать по определению не может совершать преступление, потому что она свободна, как и церковь. Можете исповедовать любую религию и писать все, что угодно, с точки зрения содержания. Ну, отношение государства из средств массовой информации разный, важный фактор системы. Соотношение различных видов массовой информации, скажем, печати, радио, телевидения, интернета, мобильной связи. Что преобладает, что больше используется. В одних странах явно преобладает телевизионное вещание, и печать является достоянием элиты или меньшинства. Скажем, в Соединенных Штатах Америки имеется 50, около 50 миллионов читателей газет, регулярно покупающих газеты. Тираж разовых газет 50, примерно, миллионов, а число семей 110 миллионов. Ясно, что большая часть населения газет не покупает каждый день, по крайней мере. На 110 семей 50 миллионов экземпляров. На две семьи, две с небольшим семьи, одна газета. Нельзя сказать, что американцы плохо информированы. Просто они информируются с помощью телевидения, радио, интернета и других. Это один из элементов системы. Затем, государство и взаимодействие государства и печати. Насколько государство может регулировать печать. Тоже важный момент. И, наконец, имеется проблема экономическая, как структура прессы. Наличие, уровень концентрации прессы, скажем, и телевидения, и радио. Он различен в разных странах. Имеются и некоторые другие важные факторы, связанные с доступом к информации. Все это создает систему средств массовой информации, которая предусматривает взаимодействие государства и СМИ, политических институтов и СМИ, экономическую сферу, СМИ. Это, так сказать, общие моменты СМИ в обществе. Вторая проблема – это внутренняя структура СМИ и их взаимодействие разных элементов – печати, радио, телевидение и прочее. Это важный элемент. Третий элемент – особенности организации, если так можно сказать, собственно, журналистской деятельности и влияния ее, уровень ее влияния на жизнь общества, на развитие общества. Скажем, в Соединенных Штатах государство не может вмешиваться в дела печати. Но средства массовой информации играют достаточно важную роль в жизни государства и влияют на государственные институты своим содержанием, своими выступлениями. Скажем, президент Никсон вынужден был уйти в отставку в результате кампании, начатой печатью. Конечно, не потому, что не печать в этом виновата. Виноваты действия самого Никсона, нарушившие закон. Но, тем не менее, случаев аналогичных в других странах мы найдем мало. В Англии была сделана попытка BBC, общественно-правовым каналом, доказать, что Блер обманывал публику. И, собственно, они это доказали. Но Блер создал комиссию, которая как раз BBC и осудила за это. И, в конце концов, снято было руководство BBC, хотя то, что BBC сообщало, было весьма точно и объективно. В этом смысле, при всех особенностях американской системы, которая отделяет прессу от государства, пресса, в широком смысле, может активно воздействовать на государственные структуры. Если хотите быть четвертой властью, вполне может быть. Ну вот, это все система средств массовой информации. А система организуется в разные модели. И национальные модели имеются, сейчас новая глобальная модель средств массовой информации. Существуют модели континентальные, модели региональные и модели национальные. Начнем с глобального. Существует новая глобальная инфосфера, информационная сфера глобальная. Сегодня, в принципе, средства массовой информации действуют глобально. Вы смотрите по телевидению, скажем, материалы из Ирака, потому что там вот взорвали начиненную взрывчаткой машину в городе Наджаби. И одновременно это смотрят во всем мире, эти эпизоды. И одни и те же, как правило, потому что существуют глобальные телесети, которые обеспечивают мировое телевидение вот этим видеорядом. И видеоряд глобализируется. И благодаря интернету, который является глобальной виртуальной информационной средой, эта информация распространяется в глобальном пространстве. И там действуют несколько слоев атмосферы этой информационной. Первый слой – это, конечно, телевидение глобальное. Это CNN, BBC World, региональная Евроньюз и Аль-Джазира. Сейчас в этой сфере наметилась даже известная конкуренция. CNN, BBC World, англосаксонские структуры были безраздельными монополистами. Сейчас Аль-Джазира дает свою версию арабскую. Есть теперь французское глобальное телевидение, развивается немецкая структура. Англосаксы пока преобладают, но они перестали быть монополистами. В любом случае, когда мы смотрим телевидение в любой стороне мира, мы смотрим их примерно одними и теми же глазами. Глазами операторов, которые поставляют эту продукцию CNN, BBC World, Аль-Джазири, небольшому набору телевизионных компаний. И где бы вы ни смотрели новости телевизионные, значительная часть этих новостей имеет глобальное происхождение, то есть ненациональное происхождение. И в Америке, когда они смотрят CNN, они смотрят кадры, снятые не американцами обязательно, а снятые в разных местах разными операторами, которые получают CNN и распространяют их в мире. В этом смысле существует такая глобальная система. И она не стандартизует, но добивается того, что общие представления о том, что происходит в мире, в той или иной степени выравниваются. Может быть, уровень интерпретации разный, но картинка приблизительно одна и та же. Все видели, как летели самолеты террористов в Международный центр Международной торговли International Trade Center в Нью-Йорке. И выборы президента Буша, все видели выборы президента Ющенко или президента Януковича. Казалось бы, украинское внутреннее дело. Весь мир видел глазами операторов, или CNN, или украинского Пятого канала. Трудно сказать, но эти кадры достаточно уникальны. Вот это первый слой глобальной системы. Это глобальная система, инфосистема существует. Ее раньше не было. Теперь, кроме вот этой картинки, которая существует глобально, существует возможность выбора информации с помощью интернета, который, являясь глобальной системой, открывает доступ и к глобальному телевидению, и к разнообразным информационным ресурсам. И особенность интернета в том, что он сочетает глобальность с местными потребностями. И вы можете, находясь в городе Владимире, по интернету выяснить, что происходит в Антарктиде, на Северном полюсе, в Аргентине и Бразилии, и одновременно, что происходит во Владимирской области. Интернет достаточно в этом смысле богат. И вот этот интернет является своего рода общим знаменателем для современных средств массовой информации. И он объединяет эту глобальную систему с национальными системами во многом. Хотя эти объединения происходят и на уровне связи национальных телевизионных компаний с глобальными. Но интернет здесь особенно важен, особенно теперь, когда создается широкополосный скоростной интернет, способный передавать движущиеся изображения, то есть телевизионный сигнал. Глобальная система интернета очень важна. Сегодня к ней подключаются индивидуальные системы доставки информации. Мобильная телефонная связь, наличие мобильных телефонов с доступом к интернету обеспечивает индивидуализацию доступа к этой глобальной информационной структуре, что является тоже очень важным фактором и меняет информационную картину доступа к информации в мире. Изолироваться сегодня от глобальной системы практически невозможно. В этом смысле только иллюзией может быть того, что можно отгородиться от информации о том, что происходит в мире. Хотя, возможно, разные интерпретации и здесь какое-то манипулирование этим доступом возможно. Кроме этого глобальная система, в рамках которой действуют континентальные системы. Особенности континентальных систем связаны с историей, с культурой и с особенностями экономики каждого континента. Европа, Евразия составляет такую континентальную структуру, где при всех отличиях между Европой и Азией существует много общего с точки зрения с точки зрения обращения к информации. И здесь действуют во многом традиционные системы. Традиция информационная существует очень давно. В Китае первые газеты были еще в десятом веке нашей эры. Ну, какая-то система информации там существует. В чем особенность этой модели? В данном случае я говорю уже о моделях континентальных. Эта модель строится на том, что информация в известной степени централизована в европейских странах. Там существовали гигантские империи, королевства, и развитие информации связано с управлением, которое осуществлялось из единого центра. Английский король издавал свои приказы, их по дорогам Англии развозили. Римский император то же самое и делал. Восточные деспотии сообщали свои приказы тоже из там Багдада или из района этого. Шли указания вплоть до Дакара теперешнего в Африку в течение довольно небольшого времени. Существует централизованная система организации доступа к информации. И в этом смысле европейская региональная модель опирается на традиции еще даже дофеодальной. Первых рабовладельческих империй, потом феодальных абсолютных монархий и потом демократических государств, где элемент централизации наличие центра политического, который всегда был центром информационным, потому что собственно управление информацией и осуществлять с помощью информации она исходила из одного центра. Это вот евроазиатская модель в принципе, где элемент централизации в целом очень велик. С другой стороны существуют Соединенные Штаты, так называемый новый свет. Грубо говоря, Евразия это старый свет, а существует новый свет Соединенные Штаты, предположим, Америки, где никогда не было империи, не было королевства и не было централизованного управления. Соединенные Штаты возникли как объединение 13 штатов. Каждый штат сам себе господин. И в этом смысле в Америке долго не могли выбрать столицу. Она перемещалась, пока не построили Вашингтон. И информационного центра одного в Америке практически никогда не было. Там, говорят, было три колонии главных. Северная Новая Англия с Бостоном, наиболее известным центром информационным. Средние колонии, где было два центра, Нью-Йорк и Филадельфия. И южные колонии, где был Чарльз Тон, который известен сейчас, наверное, только по известным танцам Чарльз Тон. Но он был центром информационным и сейчас не является центром. Единого информационного центра не было. И когда возникли Соединенные Штаты, там так и не образовался единый информационный центр. И в этом смысле континентальная, если брать Северную Америку как континент, континентальная американская модель, иная, чем европейская модель, она изначально децентрализована. И так же, как децентрализована и управление. Если для Старого Света характерна вертикаль управления, то для Нового Света эта вертикаль не является законом. Это сказывается на модели информационной. Затем, внутри этих, конечно, Латинская Америка представляет более сложный конгломерат, об этом я еще могу рассказать, если вы можете прочитать. Затем, внутри этих континентальных моделей существуют национальные модели. И даже не только национальные, но, может быть, поскольку, скажем, Евразия это не континент, это большой континент, объединяющий Азию, Африку, Азию и Европу, конечно, есть европейская модель, которая связана с довольно значительным и широким традиционным распространением средств массовой информации и более-менее равномерным доступом к информации и азиатская модель, которая строится несколько иначе и состоит из нескольких региональных моделей. в целом скорее можно даже говорить все-таки о модели Старого Света. А затем действуют в Европе и в Азии региональные модели и национальные модели. Ну, скажем, Китай можно рассматривать как регион. В Китае высокоцентрализованная модель информационная, с централизованной прессой, имеется главное издание Женьми Жибао, но в то же время сильна и провинциальная пресса, телевидение и радио находятся в руках правительства и сугубо централизованы. Ну, это напоминает советскую модель, с тем только различием, что в Китае очень высокий уровень доступа к технологиям. И сейчас очень важную роль в Китае играет интернет, доступ к которому достаточно широк и может быть сейчас в каких-то регионах выше, чем в России, скажем, в крупных индустриальных центрах и прочих. Ну, и очень высоко развита мобильная связь, там имеется около 300 миллионов сотовых телефонов, которые, конечно, разрывают эту централизованную модель. Ну, это если говорить, ну, и, скажем, существует модель японская, но это особая национальная модель, и можно считать особым регионом. Я не буду касаться сейчас индийской модели. Теперь европейские страны имеют региональные модели. Какие регионы здесь я бы отметил? Северный регион, в него входят страны скандинавские, Финляндия, она не скандинавская страна, но входит в число северных стран, Бенилюкс, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия и Англия. В чем особенности общие этой региональной модели? В этой региональной модели существует одновременно доступ к печати, практически каждая семья в этом регионе выписывает одну газету, приходится минимум одна газета на семью, а в некоторых случаях две и три, в большинстве без случаев даже. Скажем, в Англии газета утренние, газета вечерняя, местная. В Германии газета надрегиональная или местная газета существует. И доступ к газетам остается достаточно универсальным. И при этом существует достаточно развитое телевидение. Но это телевидение не перенасыщено. Скажем, если сравнить с американской моделью, финскую, шведскую, даже английскую модель, то в эфире или в том наземном вещании, конечно, в Англии 6-7 каналов. В Германии национальных два таких канала и множество региональных каналов. Но конечно, выбор наземных каналов не так велик. Там существует достаточно большой выбор телевизионных программ, но уже кабельных и спутниковых платных в общем-то. А общедоступных телевизионных не так уж много. И вот здесь существует проблема того, что существует особенность вот этой североевропейской модели. негармоничные, но достаточно одинаковые доступ и к телевидению, и к печати, что очень важно. При том, что имеется широкий доступ к интернету, к мобильной связи. И там еще одна особенность у этой модели. Очень важную роль играет общественное телевидение публичное. Это характерно для всей Европы. И в этом отличие европейской модели от североамериканской. Во всех европейских странах, кроме России, если ее считать европейской страной, то существуют общественно-правовые каналы. И в этих странах также. То есть государство гарантирует доступ к телевидению и стремится к тому, чтобы был плюрализм в печати. Это северо европейская модель, где существует наиболее обширная информационная сфера и разнообразная с наибольшим плюрализмом даже с точки зрения разных каналов. При этом активную роль здесь, ну и в других регионах играет и государство, которое поддерживает плюрализм прессы. В Англии существуют антимонопольные законы и существуют комиссии по жалобам на прессу, на рекламу, на электронные средства массовой информации. В Германии существует общественно-правовое телевидение и оно играет очень важную роль. В Финляндии, в скандинавских странах специально поддерживаются третьи, вторые газеты с тем, чтобы газета, имеющая меньший тираж, не погибла, они поддерживаются в Швеции, скажем, в Норвегии. В Финляндии специально поддерживается партийная печать, выделяются деньги на поддержку партийных газет в соответствии с количеством мест в парламенте, полученных тем или той или иной партии. В этом смысле государство ведет активную политику, обеспечивая плюрализм информации, очень важно, и плюрализм источников информации. Это особенность северо-европейской модели. Ну, и здесь относительно большие тиражи газет, иногда северо-европейскую модель называют еще моделью глаза. Глаза. Я в курсе лекции по истории в чате говорил о том, что с давних пор существует деление стран по восприятию информации. В Афинах демократических люди получали новости и обсуждали их устно. Ораторы были здесь важны, и там вот на площадях городских все это происходило. Это культура уха. в Риме выпускали вот эти самые предгазеты на табличках новости из Сената, городские новости, культура глаза. И вот северная модель это культура глаза в каком-то смысле. Глаза, когда глаз читает и глаз и телевизор конечно смотрит. Но телевизор при всей важности глаза требует и уха. Слышать надо все это. Глаз дает возможность более устойчивой восприимчивости текста. Текст можно перечитывать и так далее. Затем в Европе существует латинская или юго-европейская модель, юго-западная если хотите модель. Модель романских стран в основном. Португалия, Испания, Франция, Италия. В этих странах количество тиражей газет существенно меньше, чем в странах северной модели. И обычно они обеспечивают элиту информации. И далеко не вся аудитория получает газеты. В той же Франции, скажем, при достаточно высоком уровне развития прессы, разовый тираж меньше, чем количество семей. и телевидение и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и особенно в Италии является преимущественным средством массовой информации. При этом во Франции, конечно, речь идет прежде всего о газетах. Журналы там иногда в чем-то компенсируют отсутствие газет. и вот южная модель отличается как раз большим влиянием телевидения, при том, что существует тоже самое общественно-правовое или публичное телевидение, а в Италии количество телевизионных компаний особенно велико. Там не только очень много телевизионных каналов, но и по крайней мере две национальных сети больших, состоящих в свою очередь из сетей. Государственная сеть или общественно-правовая РАИ, РАИ-1, РАИ-2, РАИ-3 и в то же время столько же компаний принадлежит Берлускони, теперешнему примеру. Тоже три общеитальянских цепи и существуют еще другие цепи. Насыщенность большая телевизионным вещанием. Это, скажем, итальянская модель. С точки зрения взаимодействия с государством, существует везде общественно-правовое телевидение, но воздействие государства не такое сильное, как, скажем, во Франции, хотя три канала находятся не только в руках государства, но близки к партиям, входящим в парламент определенным. Таким южная модель, таким образом, южная модель или юго-западная модель, как хотите, романская модель, поскольку это страны романских языков, отличается от Северной тем, что нет такой государственной поддержки, как, скажем, в странах скандинавских и в Финляндии, и это уже расхождение внутри групп стран и в национальных моделях. Вот кроме этих региональных европейских существуют, конечно, национальные модели. Скажем, немецкая модель отличается от английской модели. Немецкая модель децентрализована, но не потому, что не было никогда немецкой империи, а существовала всегда традиция множественности информационных центров. Информационные пространства Германии объединяют надрегиональные газеты, нет единого центра для печати. Что касается телевидения, то и оно, будучи национальным, одновременно и регионально существуют сильные региональные телевизионные центры. скажем, Westdeutsche Rundfunk, западно-германское телевидение, оно по мощности своей может сравниться и с АРД, и со вторым каналом. Со вторым каналом который вещает из Майнца. В этом смысле германская модель отличается от английской модели, где существует высокий уровень централизованной, такой централизованной организации, не централизованной, а высокий уровень распространения национальной прессы. Лондон является центром, из которого идут утренние газеты, практически вся Англия читает эту лондонскую продукцию, а вечером местная пресса, хотя существуют и днем региональные газеты достаточно известные, и в Лондоне есть своя вечерняя газета. Вот эта система национальной прессы в Англии существует, в то время как такой системы национальной печати, CDF, вот второй канал, национальной печати в Германии практически нет. четыре надрегиональных газеты Франкфурта Альгемайна, Франкфурта Цайтунг, Зюддойче Цайтунг, можно к ним отнести Девельт и может быть еще какие-то газеты, но газеты, которая была бы национальной газетой, в Германии нет, если не считать этой газетой бульварную Бельцайтунг. Что, конечно, было бы несправедливо. Таким образом, и здесь есть модели разные, с моделью, где надеществуют национальные прессы, где этой национальной прессы нет, но остальные компоненты достаточно близки. При этом государство имеет возможность оказывать влияние на развитие печати во всех европейских странах, в Англии это делается через парламент и через так называемые комиссии по жалобам. Вы можете обратиться с жалобой на газету в комиссию по жалобам на печать. Если ваша жалоба разумна, ее могут принять и опубликовать порицание газете. Если газета будет продолжать упорствовать, могут ее передать в суд. если она нарушает какие-то важные права англичан. Но главное все-таки не в этом, а в том, что государство может вмешаться в дела прессы. Я приведу вам только один пример из английской практики. Когда скандальные снимки принцессы Дианы стали вызывать раздражение у королевской семьи и у английской публики, в парламент комиссия по жалобам на телевидение, это комиссия, она передала материалы в парламент, и в парламенте в ходе дебатов было выдвинуто предложение о том, чтобы принять законодательство, ограничивающее такого рода публикации. Но потом приняли другое несколько решения. Они заявили, что пресса взята на поруки временно и как бы получила условный срок. Если в течение года она не исправится, то будут приняты законы, которые ограничивают возможности таких публикаций. И английская пресса исправилась, она сократила количество скандальных публикаций. Таким образом, государство не грубо, но достаточно твердо вмешалось в дела прессы, что невозможно, скажем, в Соединенных Штатах. Во Франции существуют государственные специальные учреждения, которые занимаются проблемами информации, существует государственная поддержка распространения печати, существует государственная поддержка телевидения общественного. И в этом смысле государство активно способствует тому, чтобы средства массовой информации были плюралистичны и функционировали нормально с тем, чтобы пресса, которая испытывает экономические трудности, прежде всего из-за распространения, могла выживать. В этом смысле европейская модель предполагает какую-то поддержку со стороны государства, но она бывает различной в разных странах. Что касается американской модели, то американская модель предполагает прежде всего наличие коммерческого телевидения и наличие частной прессы. но в Соединенных Штатах Америки имеются довольно строгие этические нормы и система саморегулирования. Эта система саморегулирования, это важно иметь в виду, предполагает, что все средства массовой информации берут на себя обязательство служить общественному интересу. И вот этот паблик интерес объявляется обычно в уставах организаций прессы, в уставах корпораций и в уставах компаний, издающих газеты, и в уставах телевизионных компаний. Это вот общественный интерес является элементом саморегулирования прессы и телевидения в Соединенных Штатах. И при отсутствии государственного вмешательства в дела прессы саморегулирование оказывается достаточно сильным элементом, который позволяет избегать тех жалоб на телевидение и прессу, которые обильно присутствуют, скажем, в России. Во всем виновата в России телевидение. в том, что три солдата, два солдата сбежали и убили милиционера, виноватые телевидение, которые там о ментах какие-то делают передачи, книжка «Убей мента», которую там нашли. У американцев действует вот это, этот общественный интерес, скажем, существует кодекс поведения кино и телевидения. По этому кодексу нельзя такие вещи, как убей солдата и убей милиционера по телевидению или в кино показывать. Ассоциации кино и телевизионщиков берут на себя обязательства не представлять в негативном свете полицейских и военных, поскольку полицейские и военные служат обществу. Ну, конечно, в этом смысле образ полицейского американского и нашего милиционера несколько отличается. И полицейский отличается, он должен иметь там какое-то количество фунтов, 200, что ли, фунтов, я не знаю, вес у него должен быть, чтобы он мог ударить как следует нарушителя, сила у него была. Ну, и он должен вести себя приличный. Если вы посмотрите американские фильмы, вы редко увидите там негативные изображения полицейских. И много фильмов о полицейских, которые вот успешно борются с преступниками. Это вот обязательство, которое взяло на себя телевидение. Ну, и, конечно, самоограничения велики в изображении крови, секса, хотя это все делается, скажем, для вещания общего, когда все смотрят телевидение, считают, что дети смотрят телевидение с 6 утра до 10 вечера. После с 10 вечера до 6 утра уже другие несколько нравы. Тем не менее, саморегулирование является важным элементом американской модели при отсутствии каких-либо юридических возможностей у власти. Даже когда был принят закон Конгрессом, запрещающий детскую порнографию в интернете, суд отменил это решение, хотя, казалось бы, это здоровое решение, скажем, уберечь молодых пользователей, юных пользователей интернета от порнографии, но суд на основании первой поправки отменил этот законопроект. в этом смысле вмешательство государства в средства массовой информации в Соединенных Штатах очень ограничено, но и без этого с помощью саморегулирования американское телевидение решает многие социальные и этические проблемы. Но здесь существуют разные модели. Существует японская модель, где есть национальная пресса, высокий уровень концентрации и пресса национальная, 3-4 газеты практически обеспечивают Японию информацией, но существует достаточный плюрализм с их точки зрения, 4 национальных газеты, при том, что высокий уровень их конкуренции конечно приводит к тому, что различия там не очень велики. Таковы понятия модели национальной. Есть российская модель. У нас отсутствует, скорее была раньше модель глаза, читали много газет, какие уже газеты были, это другое дело, сейчас это модель уха, в основном телевидение, высокий уровень централизации телевидения и децентрализации прессы конечно и очевидные, но и в целом более низкий уровень доступа к средствам информации, таким, как, скажем, печать в России при наличии конечно доступа к телевидению и очень ограниченные возможности доступа к интернету. 5% населения имеют такую возможность, 6% населения это немного. Хотя и при таком небольшом проценте роль интернета чрезвычайно велика как альтернативы, как пути преодоления каких-то попыток манипулирования прессой, скажем, в этом случае. Хотя телевидение является монополией во многом государства, но на региональных уровнях очень велик ресурс частного местного телевидения. Тем не менее, понятие модели здесь очень важно и я хотел бы вас, ваше внимание на это обратить. И существует, скажем, демократическая, грубо говоря, модель средств массовой информации. Эта демократическая модель предполагает доступ ко всем основным средствам массовой информации к газетам, радио, телевидению. Доступ обеспечивается на дичину газет, журналов, в смысле печати, разнообразного радиовещания и плюралистичного телевидения. Одним из принципов демократической модели является плюрализм. То есть множественность информационных источников и плюрализм вещания и информационной структуры. То есть плюрализм не только вот несколько газет, несколько телевизионных каналов, но и содержательный плюрализм. Потому что содержание средств массовой информации рассчитано на взрослых в основном. Но есть аудитория миноритарная, меньшинства, которая тем не менее должна обеспечиваться. Интересы, которые не охватывают всю массовую, это прежде всего детская аудитория, детское вещание. В этом смысле наличие достаточно развитого детского вещания, воспитывающего детей в известном смысле. Это важный элемент. Меня спрашивали, интервью брали недавно из «Пионерской правды» и спрашивали, что я хотел бы пожелать этой газете. Я им пожелал, чтобы они создали свой хороший сайт в интернете для детей, которые дети посмотрели с интересом, потому что они смотрят с интересом совершенно другие материалы, тем, чтобы они предоставили конкурентно способную программу интернета. Многие специалисты интернета считают, что это возможно, но не знаю, насколько это реалистично, но это было бы хорошо. Во всем случае, предполагается обязательное наличие детских программ и программ образовательных, то есть программ, которые способствуют повышению знаний о мире, потому что знания все время меняются и представления наши меняются, и поэтому наличие образовательных программ является важным элементом демократической системы массовой коммуникации или демократической модели. В Соединенных Штатах детское вещание существует утром, там практически запрещено реклама детская в детском вещании, потому что если дети что-то увидят по телевидению рекламы, они сейчас же родителей заставят приобретать эти вещи. Иногда это очень прогрессивно, скажем, бурное развитие сотовой связи в России и в какой-то степени даже интернет связано с детским влиянием, потому что дети требуют у своих родителей, чтобы они купили им сотовый телефон. Поскольку вы недавно вышли из этого состояния, наверное, вы тоже принадлежали к этому направлению тех, кто добивается роста доступа к сотовым телефонам и к интернету. Если вы спросите у родителей, что они хотели бы купить своему ребенку, они говорят, хотели бы купить компьютер, скажем. Сотовый телефон доступен больше, чем компьютер, поэтому сотовая телефонная связь развивается. Таким образом, это вот проблема моделей, о которой я должен был вам рассказать, поскольку здесь литература у нас не так много. И это важно. Что касается типологии прессы, то мы ее с вами в той или иной степени изучали. новые информационные технологии, по-моему, мы подробно посмотрели. У нас остаются формы информационного воздействия на аудиторию и зарубежные теории средств массовой информации. Продолжение следует...